Законопроект о курортном сборе в первом чтении был принят в конце июня. При подготовке документа ко второму чтению депутат Госдумы от Сочинского округа Константин Затулин внес в проект 28 поправок. Наиболее важное он сегодня озвучил журналистам. Первое. Предельную ставку курортного сбора депутат предложил снизить до 50 рублей за сутки. Кроме того, Затулин предлагает к 23 льготным категориям добавить и тех, кто приезжает на курорт не отдыхать, а работать. В соответствии с законопроектом правительства в субъекте Российской Федерации должен быть создан фонд развития курортной инфраструктуры, куда поступают деньги, должны поступать деньги от курортного сбора и они в дальнейшем должны перераспределяться на нужды развития курортной инфраструктуры. Я предлагаю 80% собираемого курортного сбора оставлять в распоряжении города муниципального образования, в данном случае города Сочи, с тем, чтобы он тратил их на нужды города. Ну а в край будет уходить 20% от сборов. Затулин считает, что если поправки будут приняты, то курортный сбор уж точно никак не повлияет на турпоток в город и принесет солидную сумму на его развитие. Планируется, что эксперимент заработает с 1 января 2018 года. Еще один острый сочинский вопрос – это вывоз отходов. Местные свалки рекультивированы, но принцип «ноль отходов» дает сбои. Отходы приходится вывозить за сотни километров по неприспособленным для этого дорогам. Для города это дорого, тяжело и неэффективно. Выход – строительство современного мусороперерабатывающего завода, считает Затулин. Уже решена госкорпорация «Ростехнология» по проекту «Чистая страна» за собственные средства построит пять заводов – четыре в Подмосковье и один в Татарстане. Есть и предварительная договоренность, что в проект включат Сочи и Крым. Специальная льгота для владельцев этих заводов, которая позволяет им продукты переработки мусора, электроэнергию, которую мусор превращается, продавать на конкурентных условиях нашим электрическим сетям. Предприятие замкнутый цикл, ничего не выбрасывается в атмосферу. Это я хотел бы сказать. Частота, скажем, в трубах этого завода воздуха выше, чем на улице. По нашим подсчетам, снижение выброса диоксина в сочинскую атмосферу в результате построения этого завода снизится в 143 раза. Подобные заводы – это теплостанции, которые работают на отходах. Такую технологию применяют 40% заводов в Евросоюзе. Затулин показывает фото подобных сооружений из серии «Ожидание и реальность». Планируемый завод будет больше похож на архитектурное сооружение. Его мощность – 550 тысяч тонн мусора в год. Сегодня из Сочи вывозится порядка 350 тысяч. Завод, если Сочи войдет в проект, будет построен в Лазаревском районе, но не раньше 2021 года. Этот вопрос в середине июля в Сочи будут обсуждать на совещании с вице-премьером страны Александром Хлопуниным. Также в повестке дня вторая очередь бзугинских очистных сооружений, вопросы водоотведения и насекомых-вредителей. Будет поднят и вопрос медицинской вакцинации населения от ротовируса. Проблема, которая достаточно часто омрачает отдых туристов.